Мой сегодняшний доклад как раз будет касаться не столько ПКИ, а сколько вообще вопроса доверия при обеспечении долговременной сохранности и доступности электронных документов. Мы включаем ПКИ тоже, потому что это составная часть обеспечения доверия. При этом надо сказать, что термин доверенная третья сторона у нас как-то так появилась именно в связи с вопросами работы с электронными документами, использования электронных подписей и так далее. Но на самом деле в мире доверенные третьи стороны существуют уже в отношении документов очень и очень давно, с момента появления первых документов. Потому что первое, чего требовалось от документов, это обеспечить доверие к ним. И соответственно при передаче документов между организациями гражданами или странами, которые друг другу ни на секунду не доверяли, возникли потребности в появлении этих сторон. И они уже достаточно давно и эффективно работают. И можно сказать, что вот, наверное, ключевыми такими организациями или органами стали архивы и нотариусы. И вот на прошлой неделе, я думаю, вам как раз было очень ярко и наглядно это все продемонстрировано в связи со сбитым самолетом, когда из архива промышленного предприятия были предоставлены документы 80-х годов на производство ракеты, всех его составных частях было доказано, что она была собрана и так далее, и что она была передана. Причем я хочу обратить внимание, что документы эти создавались в общем-то не для этих целей. Они создавались в процессе деловой деятельности и отложились в соответствии с правилами делопроизводства и архивного дела и ведения архивов научно-технических документаций таких промышленных предприятий. Надо сказать, что за рубежом был культурный шок. Они себе представить не могли, что у нас такие документы создавались, и более того, была обеспечена их сохранность. Причем это было у них очень удивлительно, зачем они это сохранили. Это очень просто. Пока ракета не уничтожена, эти документы в архиве точно будут храниться. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нотариусы. Они давно и достаточно надежно, понятно, что обеспечивают сохранность в том числе и доверие к тем документам, которые им переданы на хранение, например, завещание. Есть целая процедура. Даже если в случае ухода нотариуса по тем или иным причинам предусмотрена передача этих документов другому нотариусу с обеспечением всех процессов, которые позволят обеспечить юридическую значимость. Если мы говорим про электронные среды, то сейчас можно говорить о том, что часть этих функций доверенной третьей стороны в отношении именно документов исполняют и операторы электронного документа оборота. Причем надо сказать, что они обеспечивают сохранность переданных документов в силу того, что очень многие организации заинтересованы в том, чтобы именно они обеспечивали сохранность и не обременялись этими проблемами сами. Но и удостоверяющие центры аналогичной ситуации. Причем все вот эти доверенные стороны, любая из них, во-первых, согласно законодательству, во всех случаях должна документировать всю свою деятельность в отношении тех или иных документов раз, ну и во-вторых, они обеспечивают создание и сохранение документов и информации, которым заинтересованные стороны могут доверять. Понятно, что можно оспаривать, можно, так сказать, говорить, что это все неверно, и это тоже делаются такие попытки, но при грамотном выстраивании вот этой структуры доверия это достаточно сложная процедура, как, так сказать, оспорить правомощность существования тех документов, которые представлены. Понятное дело, что вопрос, зачем они нужны в отношении документов, это прежде всего, эти все вопросы позволяют урегулировать споры между сторонами, выступая в качестве нейтрального эксперта и посредника, и тоже Федеральная налоговая служба, вот ее первый опыт сдачи отчетности наглядно показал, что как раз оператор электронного документа оборота, который фиксирует дату передачи отчетности, снимает колоссальную головную боль в случае спора, вовремя она сдана или нет, поскольку данные о дате передачи снимаются именно с показаний оператора электронного документа оборота. И таким образом, так сказать, сохраняются нервы и силы, как налогового органа, так и самой организации. Там, где пытаются это сделать напрямую, обычно нарываются на споры постоянные, кто прав, а кто виноват в отношении документов. Значит, сегодня уже железнодорожники поднимали проблему трансграничной передачи документов, и вот вопрос трансграничного взаимодействия доверенных третьих сторон тоже помогает обойти проблемы, которые связаны с суверенитетом сторон, стран и так далее. И здесь тоже есть определенный опыт, и вот этот опыт последних десятилетий как раз и показал полезность доверенных третьих сторон именно и в электронной среде. Почему резко встал вопрос про доверие в электронной среде? Ну, потому что она была новая, новые виды документов, новые носители, то есть проблемы возникли, их надо было решать. И здесь следует отметить, что существующая инфраструктура ПКИ, она ориентирована на кратковременную, в лучшем случае, среднесрочную перспективу. Понимаете, она изначально была осознана для того, чтобы в первую очередь подтвердить в процессе передачи, что ничего с информацией документов не произошло. Когда разрабатывали технологию, никто не поставил вопрос, что, ребята, вы только учтите, что после этого документ нужно будет хранить там минимум от года до бесконечности. А сейчас, когда мы начинаем ввести, вводить документы со сроками хранения постоянно или там с 50 лет, то вы понимаете, что вот эта проблема, она начинает накапливаться и возникает вопрос, а как доверять этим документам, как проверять, потому что вопросы проверки усиленных квалифицированных подписей при долговременном хранении до сих пор не решены во всем мире. Соответственно, обостряются проблемы, связанные с обеспечением долговременной и постоянной сохранности, пригодных к использованию документов. Вы понимаете, потому что задача наша не только просто записать на носитель, чтобы этот носитель не сгнил там и не испортился, а чтобы нам надо после этого в любой момент было представить этот документ в таком виде, чтобы его можно было использовать хоть в суде, хоть где. Соответственно, без ущерба юридической доказательной силы. И здесь сразу же возникает очень много вопросов и проблем. И эти вопросы только нарастают на сегодняшний день, потому что процесс принятия решений по долговременному хранению, в общем-то, застопорился пока. Ну, например, что делать в случае компрометации старой криптографии? С документами я имею в виду, потому что что делать в отношении криптографии, это понятно. Что делать в случае ухода из бизнеса удостоверяющих центров, если он не выпускал сертификаты ключа проверки подписи, которые использовались при подписании документов постоянного и длительного срока хранения. Если у нас стоит вопрос, что там проверять подпись через 50 лет, поймите, да, допустим, завещание человек подписал сейчас, дай бог ему здоровья, он прожил 50 лет еще. И завещание будет предъявлено тогда, можно ли его воспользоваться, потребовав просто проверить подпись. Надеюсь, что завещание в электронной форме возникнет не скоро. А во-вторых, и физическую не будет. Это вопрос очень интересный. Но ведь и физическую подпись. Ну и помимо этого, стремительное устаревание и обновление технологий идет с такой скоростью, что мы вообще не успеваем. Мы не успеем усвоить одно, тут же предлагается к использованию другое. Причем в сочетаниях таких, которые вот там три года назад были просто немыслимы. Вот. И надо сказать, что здесь, в общем-то, вопрос заключается не только в том, что вот это все просто устаревает быстро. Дело в том, что электронная революция, вот про которую так уже сейчас как немножко забыли, но вообще стоит напомнить, что она у нас не только, она еще не закончилась, она только начинается. Причем мы сейчас уже начинаем сталкиваться с ситуацией, когда вот мы как специалисты управления документами вообще не понимаем, что делать с теми новыми объектами, которые нам предлагают информационные технологии. Но взять тоже технологию блокчейна. Что делать с документами, которые в нем родились? Потому что там куча возникает проблем, потому что сама технология разработана без учета этого вопроса, ну как обычно. Сделали для одного, и теперь мы должны вот решать проблемы с документированием. Причем эти объекты очень непривычные для специалистов в области архивного дела, они к базам данных-то еще не привыкли, а мы тут им еще уже блокчейн предлагаем к архивации. Вот. И, соответственно, все вот эти новые технологии, все эти новые объекты нужно определенным образом сохранять, нужно определенным образом уничтожать, если сроки хранения истекли и так далее. То есть вопросов очень много. И вопрос о доверии в электронной среде к документам, это вопрос достаточно серьезный, и он во многом в ряде случаев тормозит процесс внедрения электронных документов по ряду направлений. Вот почему? Потому что вот я бы хотела обратить внимание на одну важную вещь. Доверие в электронной среде не возможно обеспечить только одними техническими средствами. Почему? Вот каждый раз, значит, вот с появлением новых технологий мне рассказывают о беззаботлом, ближайшем, светлом будущем. Так было, когда внедряли электронную подпись, так было, когда начинали внедрять облака. Сейчас то же самое мне рассказывают специалисты в области блокчейна. Вот. А все мне это напоминает стальную дверь в соломенной хатке. Дверь взломать невозможно, но через любую щель можно в хатку пролезть. Потому что, соответственно, нужны не только технологические, нужны правовые, организационные, даже образовательные меры, в том числе, к числу которых я и отношу, в том числе, и деятельность доверенных третьих сторон, которые могут обеспечить доверие к нашим документам. И обратите, пожалуйста, внимание, вот когда мы только начинали работать в электронной среде, чаще всего мы все равно работали с посредниками. За речащим исключением, когда работа шла напрямую. Сейчас все строго наоборот. Все работают напрямую в электронной среде, посредников нет. Фактически работа идет на доверие, но как только мы перестаем доверять друг другу и требуется идти, скажем, даже в тот же суд, у нас возникают достаточно большие проблемы в отношении электронных документов. Надо сказать, что вопрос доверия и вообще услуг доверия, доверенных всяких сред, он наиболее хорошо, с моей точки зрения, сейчас проработан на Евросоюзе, потому что вот эта проблема услуг доверия закреплена на законодательном практически уровне. Обращаю внимание, что этот европейский закон, о котором уже тут несколько раз говорилось, это закон прямого действия, то есть все страны его должны соблюдать. И там есть отдельная глава, аж 16 страниц, которые описывают услуги доверия. Но услуги доверия именно в отношении электронных всяких вещей, электронных подписей и так далее. То есть целый список услуг доверия в электронной середине. Их даже уже классифицировали и присвоили краткие названия, что это такое, но можно сказать так, что это сертификаты электронной подписи, электронной печати и квалифицированная отметка времени раз. Все, что связано с сервисами проверки подписи и печати два. И понятное дело, что это классическая электронная подпись, электронная печать. Что касается отметки времени, я считаю, что нам тоже обязательно надо на законодательном уровне это дело включать в законодательство. Единственное, что вот если говорить уже в отношении электронных документов, то здесь надо отметить, что у нас есть там идеи и предложения. Это один из вариантов, это переподписание документа, пока не истек срок действия сертификата. Но вот я сразу скажу, что специалистам моего направления мы считаем, что плохо работает переподписание при длительном хранении, но при этом использование карпетографических средств очень удобно. И в том числе вот эта отметка времени, то есть до момента проведения миграции ее эффективно использовать, потому что после этого нам остается только контролировать целостность документа и фактически мы исполняем ту же функцию, что в бумажном архиве. То есть вот какой объект получили, такой объект и храним, и такой объект и предоставляем. То есть в принципе очень простой. Вот что нам отдали в архив, да, то мы и представили, вот как это было с документами про АКИТИ. Но помимо этого, там же услуги, сервис обеспечения долговременной сохранности печати и подписей, и отдельный выделяю сервис, вот этот квалифицированная служба электронной зарегистрированной доставки, и это фактически электронная почта доверенная. Чуть попозже, на примере Франции, я про нее расскажу. Значит, у нас задача в отношении документов, это обеспечить их надежность и аутентичность. Значит, сразу обращаю внимание, термин аутентичность относится к технической части доверия. То есть это то, что абстрагировано от содержания документа. Это то, что может архивариус проверить, не задумываясь о его содержимом. И туда же осносится доверие к хранителю и наличие непрерывной последовательности доверенных хранителей, архивов, прежде всего, понятно. Помимо этого, у нас есть проблемы доверия к полномочиям подписанта и к самому содержанию документов. Это отдельное направление, которое тоже требует обеспечить задачу. И там много на что надо отвечать. И в какой ситуации документ был создан. И, так сказать, с какими документами он связан в процессе исполнения. Если проходила миграция, кто ее выполнял. И, соответственно, вот эти все вопросы и эти все процедуры, которые нужно обеспечить, вот с моей точки зрения, для малых и средних предприятий самостоятельно это сделать будет крайне суровым. Требуются квалифицированные специалисты. И вот здесь как раз доверенные третьи стороны, которые могут это обеспечить, как независимые организации и органы, вот это здесь можно было бы сделать, вот эта ниша для доверенных третьих сторон, которые бы обеспечивали это. Значит, по поводу услуг доверия, вот я бы выделила, выделила валидацию электронную почту, долговременное сохранение и замещающее сканирование, причем по долговременной сохранности вот эти процедуры проведения миграции, конверсии на высокопрофессиональном уровне. И, соответственно, нейтральная сторона благодаря этому сможет подтвердить, что все обязательства и требования к документам оформлялись. Значит, что касается службы электронной доставки, то есть это электронная почта такая доверенная, то во Франции уже введены законодательно-нормативные акты с этим связанные, и там требования к этой организации, которая предоставляет эти услуги, очень жесткие, причем как требования к технологическим всем вещам, в том числе к обеспечению информации, в сохранности всей информации, которую она передает, и идентификация как отправителя, так и получателя перед передачей данных и документов, которые ему направляются. Причем по поводу, вот эта вся передача подписывается усиленными квалифицированными подписями печатью именно доверенной третьей стороны, а не тех, кто передает эту информацию. И они обязаны хранить этих документов 7 лет. То есть фактически до момента уничтожения вся электронная переписка сторон хранится у доверенной третьей стороны, и по запросам судебных тех же органов предоставляется. Значит, как вы видите, вопросов достаточно много. Значит, я бы так сказала, что доверенной третьей стороной именно вопросов комплексного управления информацией и документацией, включая ПКИ, они нужны. Нам надо рассматривать тоже это как одно из направлений развития. Здесь идет конкуренция. Почему? Потому что старые доверенные уважаемые третьи стороны, они сейчас тоже обращаются к электронным каналам и к электронной информации, начиная достаточно активно работать. И вот доклад наших уважаемых нотариусов как раз наглядно показывает, насколько они, так сказать, активно начинают в эту среду входить. И для полноценного использования этих услуг, конечно, нужно необходимо законодательное нормативное регулирование. Потому что пока сейчас работа идет на основе анализа рисков, и иногда, так сказать, вопреки им. Все. Спасибо. Спасибо.